У вас в руках пистолет-пулемет австрийского производства «Штейр Салатурн». Калибр 9 мм «Парабеллум». Находился до аншлюса Австрии, Германии, находился на вооружении австрийской полиции. Так как полиция в основном не использовала такое оружие, потому что у них причин не было его использовать. Но сделано для австрийской полиции. После аншлюса Австрии многие такие, подавляющее количество этих пистолет-пулеметов попали в войска СС. Потому что до 43-го года войска СС находились на остаточном снабжении. И собиралось оружие для частей СС со всей Европы. Были образцы чехословацкие, польские, в зависимости от захваченной страны. Этот данный пистолет-пулемет выпускался с 1928 года по 43-й год. В немецкой классификации он проходит как МП-28. Такой момент, боевая пружина пистолета-пулемета находится в прикладе. Если мы сейчас откроем крышку, крышка открывается таким способом, нажимается кнопочка и открывается крышка. Вы здесь видите затвор массивный и шток, который уходит в приклад, где находится боевая пружина. Вот такая еще система. Значит, мы имеем пустой магазин и для его снаряжения из пистолетных обоим в магазин вставляется, защелкивается. В этот паз вставляется обойма с пистолетными патронами, движение пальца, патроны загоняются в магазин. А обойма там сразу 32 патроны. По 8. А насколько он редкий сейчас? И вообще-то. Потому что на реконструкциях такое увидеть достаточно редко. Мы много ездим, снимаем, но у вас это впервые. Значит, в Москве находятся, я знаю, два образца вот этого пистолета-пулемета. Один в нерабочем состоянии, который не может стрелять светошумовыми патронами. В Ленинграде, я знаю, находятся, по-моему, где-то пять образцов вот такого пистолета-пулемета. Но были еще модификации, которые изготовлялись по лицензии в Португалии. Вот здесь вы видите оригинальное клеймо завода Штейр. Наверху здесь, да. А на португальских образцах здесь герб Португалии. И он отличается калибром и рожком. На португальском образце рожок шире. Это что такое? Имеется приспособление для крепления штыка. Также австрийского производства, который шел к винтовкам Манликера. То есть вот это вот чудо, а оно еще и со штыком? Еще и со штыком. Штыка сейчас у меня с собой нет. Но это все равно, что на пистолет штык приобрели. Тем не менее, вот такой образец. Это интересно. Здесь такой же принцип, как на ППШ. Свободный затвор. И производится спуск. Также предохранительная скоба. Заводится сюда рукоятка. И выстрел произвести нельзя. Потом оттягиваете рукоятку назад. И пистолет-пулемет готов к бою. Интересно. А сколько он стоит? Вражок в магазин 32 патрона. 32 патрона. Сколько стоит вот такой? На данный момент последнее предложение было 520 тысяч. Вам предлагали продать? Не стоит такое продавать. Это, конечно, вещь уникальная. И имеется переводчик огня. На левой стороне пистолета, ложа пистолета-пулемета. И имеется переводчик огня. Значит, вперед положение автоматическая стрельба. Положение назад одиночная стрельба. Почему не получил большого распространения данное оружие? Данный пистолет-пулемет сложен в производстве. Требует наличия точных станков металлообработки. Ага. Даже немецкая промышленность перешла на изготовление пистолетов-пулеметов MP38-40. Они проще, чем это? Стампованным способом. Они гораздо проще, да, чем вот это? Да. Здесь очень требуется точное и большое количество металлообрабатывающих станков. Попробую произвести выстрел фолосыми патронами. Вводим. И производим выстрел. Спасибо большое. Класс. Спасибо.